Вообще-то мне не нравится то, что там бежала сейчас. Вообще. Зачем ты сделал это с фотографией моего прапрадедушки? Это твой прадедушка? Точнее, прапрадедушка. Здравствуй, я Карл. Большой такой, не подходи близко. Отель Шрека. Что он скрывает? Какие тайны в себе хранит? Чучело осла, пряня, работающая уборщиком, кот в сапогах на кухне и странные соседи. Детектив Амир расследует это дело. Ночь первая. О, а вот и сам Шрек. Нифига себе, графон. Ну-ка, здорово. О, приветствую вас. Добро пожаловать в отель Шрека. Чем я могу помочь? Здравствуйте, мне отель на пять ночей, пожалуйста. Так, давайте какой-нибудь ему прикольный голос сделаем. Хотя он мне отвратится, но получается оно всё же. У нас есть свободная комната на втором этаже. А, всё, я могу идти, получается. Блин, как-то у вас очень низко расположен этот вентилятор. Не кажется, он просто упадёт и всё. О, ну-ка ещё что-нибудь скажешь. Я ведь сказал, свободная комната на втором этаже. Да что-то, что-то рука. А если ещё раз, блин, какой-то он страшный стал. Ладно, всё. Так, туалет, фудкорт, то есть столовая. И, 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 стресс. Ну, нам, походу, вот сюда. Этот звук к открытии двери, послушайте ещё раз. Ладно, ты так на меня давай не смотри. У тебя голова очень неправильно повернута. О, бочка. Ничего не могу с ней делать. Ну, значит, нам сюда. О, ай. Осёл. Спасу тебя. Ладно, поднимаемся по тёмному коридору вверх. Какой отвратительный отель. Мне уже не нравится. Лампа. О. Пряня. Ха-ха. Кого я вижу? Ух ты. Стой, 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 стой. Пряня. Закрылся. Ну, не любит он костей что-то поделать. Мне надо сходить в туалет перед сном. Ну, в туалет так в туалет. Это мой номер. Это и есть мой номер. О, ну хотя бы батарея есть. Ре, кто тут? А, ты всё что сыпь? Ну, у тебя, конечно, отвратительная работа. Скажешь, ты не будешь... Извините, вы не знаете эту туалет. Так вот, туалет и туда не шёл. Я думал, ты чё-то другой спросишь. Туалет вот здесь. Спасибо. Не смей писать на стены. Хоу, хорошо. Так, туалет, туалет. Я закроюсь? Да подсматривать будешь, я знаю тебя. Не, ну, в целом, тут хорошо. Интерьерчик такой прикольный. Даже табличка о том, что здесь скользко. Они заботятся о нас, о посетителе. Посмотрите, сейчас зайдёт. Я надеюсь, что ничего не слышал. В первую ночь я не заметил ничего подозрительного, поэтому спокойно отправился спать. Ночь вторая. Так, а почему я чуть... О, пряня! Ты чё, его нанял уборщиком? А, это уборщик, я понял. Вот почему мусор выкидал. Пряня, скажешь, что у него нет? Ладно. А прошлую ночь ты неплохо так испортил нам туалет. Мне пришлось побоситься, чтобы исправить это. Теперь ты должен помочь помыть полы в туалете. Ладно, пряня, ты со мной. А, я забрал... Ну, не благодари. Он заплакал. Да ладно, я сейчас быстренько, по-моему, верну. Не смотри на меня так, ладно. Креста сказать, я так не писал тут. Мне кажется, меня где-то обманули. Я до мэл. Я до мэл. Не ревей, пожалуйста, иначе меня сожрут. Ты шо так на меня смотришь-то, а? Всё, идите вы всё. Кто ты? Кто это выхал? Такой же вопрос. Может быть, мне стоит взглянуть на картины? Конечно! Конечно тебе стоит взглянуть на картины. А как же без этого? Где эти картины? А, вот они, картины. Меня сейчас напугает, да? Будь здоров. О нет, что я наделал? Я должен что-то сделать. Убежать или скрыть картину? Слушайте, я скрою картину, они будут точно проверять. Но, если я убегу, они не поймут, кто это бливанул. Тут же ещё сосед какой-то у меня необычный есть. Напротив меня. Поэтому давайте просто убежим. Что, кто бежит? Ты как догадался, идиот? Снова поработав уборщиком, я сделал правильный выбор. А, я её так и спрятал. Здравствуйте, Шрек, чем я могу вам помочь? Просто я услышал звук, который доносил взять сюда. Вот решил проверить, что тут не так. Я ничего не слышал. Ты не врёшь? Конечно нет, всё в порядке. Ну, хорошо. Доброй ночи. Уже на второй день я заметил, что Шрек немного вспыльчив. А также увидел соседа напротив. Но он не захотел со мной разговаривать. Ночь. Третья. На утро я заметил пряню, которая о чём-то шепталась со Шреком. Что вызвало у меня подозрение. Но я тоже не стал вызывать подозрение, поэтому спокойненько ушёл. И? О, здравствуйте, а вот и тот сосед. Кот в тапогах! А, этот кот в штанах. Ну, здравствуй, мой дорогой друг. Как дела у тебя? Здравствуй. Я Карл. Не знаю почему, но я решил ему такой голос сделать. Приятно познакомиться, Карл. Сегодня я познакомился с этим соседом. Но он оказался немного странным. Поэтому, доев свой бургер, я отправился спать. Па-бам. 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 Ночь. Четвёртая. Утром я заметил, что никого на первом этаже не было. Даже на кухне было пусто. Но впереди меня ждало ещё больше странностей. А где Шрек? Шрек. Шрек. Ой, чё-то мне не нравится то, что там бежала сейчас. Вообще. Ах, идиота. Зачем ты сделал это с фотографией моего прапрадедушки? Это твой прадедушка. Точнее, прапрадедушка. С меня хватит. Теперь ты должен возместить это. Работая в ночной смене на меня. Спустись вниз, возьми те коровки, которые ты недавно увидел, поднимись наверх и отнеси их на склад. Ладно, ладно, ладно. Я просто беру коробки и ухожу. Ты хочешь сказать то, что мне по одной коробочке нужно вот так брать и тащить наверх? Ты надо мной издеваться хочешь, да? Стоит, смотрит на меня, смотрит. А, восход, ты ж меня тут не закроешь, да? Привет, Карл. Здорово, Карл. Как твои дела? Привет. Всё хорошо. Тебе нужна моя помощь? Да, спасибо, это очень отлично. Только, Карл, не смотри на меня, пожалуйста, так. Какой Карл отвратительный. Мне он уже не нравится. И убежал. Так, ставим. Всё. Я могу... Хороший мальчик, а теперь иди спать. Я посмотрю, что у нас ещё на складе имеется. Ух ты, ух ты. У меня есть раз, два, три, четыре, пять, аж целых шесть концов, как я могу завершить эту игру. Чего? Это ещё что такое? Можешь, к соседу могу заглянуть? Карл! Нет, Карл! Карл, ты был таким отвратительным человеком. Кто это с тобой сделал? Карл! Я чуть не подавился. Я же знал, что что-то будет, но я был не готов. Нифига себе, я силён, оказывается, что я с этим шреком так не мог сделать раньше. Так, ну я на всякий взял эту маночку, которая меня так сильно пустит. А, это он живой, Карл живой! Карл, а ну-ка, лови. Окей. Устала? Какого фига, я могу ускориться как-нибудь? Не могу, почему так медленно бегу, а? Он прям нас там ждал, ждал. Так, а что, а что в конце? У, смотрите, какой щекастый идёт. Большой такой, не подходи близко. Карл! Прости меня, Карл, за всё, что я делаю. Эта битва будет легендарной. Оу. О-хо-хо! Нифига себе. Сюда мем вставили, сюда мем вставили. Спасибо, что поиграли. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Спасибо, что играли. Я надеюсь, что вы понравили игре. А дальше Река, это ловушка для тех, кто к нему придёт. Сначала он вежливо общается с посетителями, а потом затаскивает их все в подвал и делает ужасные вещи. Всё это объясняет чучело осла в прихожей. Наверное, он так сильно разозлился на него, что сделал своего друга чучело. А пряня, просто запуганная печенька, которая выполняет все поручения Шрека. Но в этот раз он связался не с теми. Гигачат Карл и детектив Амир спасли всех от этого монстра. Дело закрыто. Увидимся в новой странной истории. Не, ну если серьёзно, то игра мне понравилась. Я люблю такие незамысловатые, но в то же время продуманные игры. Надеюсь, и вам понравилось, потому что таких игр будет ещё много. Что ж, всем спасибо за просмотр. А с вами был детектив Амир. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok